Продолжение следует... Этот выпуск мы, как обычно, начнем с программных заявлений, первый из которых касается нашего замечательного краудфандинга. Мы сознательно приостанавливаем, так сказать, программу, и как только мы вот 4-го числа, 4-го апреля у нас акция текущая закончится, мы оттуда выгребем все, что мы уже собрали, а вы ничего не получите, если не добьете сумму, заявленную до конца. Ну, то есть мы не настаиваем, просто мы как бы сворачиваем. Константин. Спасибо всем, кто участвовал. Большое. Нам было очень приятно, и у нас скопилась некая сумма для того, чтобы мы продолжили развивать ресурс. Возможно, чуть позже мы к этой теме вернемся. Надеюсь, что в прежнем режиме нам не потребуется этого, если только это будет какая-то там, не знаю, особая акция. Ну, в радужном варианте будущего, который я себе вижу, да, нам в таком формате ваша помощь, я надеюсь, не потребуется. Вот. Перспективы есть, и говорить о них пока рано. Вот. Второе. Второе важное объявление. Мы запускаем новый конкурс, друзья. На этот раз с поддержкой компании Sony, которая любезно предоставила нам одну копию игры Вандербук «Прогулки с динозаврами» и одну же копию игры Вандербук «Детектив Декс». Надо отметить, что обе игры сопровождаются непосредственно самим Вандербуком. Да. И надо отметить, что «Детектив Декс» был пройден Добродеевым. Да. Поэтому ему он не нужен, и... И я не буду участвовать. Как верно, как верно заметил Гоша, две книги дополненной реальности Вандербук. Их обычно нужно покупать отдельно, но мы, в общем, в комплекте подарим победителям конкурса и игру, и книгу. Всего два победителя у нас предполагается. Но какова же суть конкурса? Никаких первых мест и прочее. Ну, то есть вот этого всего. Ну, вот этого вот. Пользовательское голосование. Я первый, а ты второй. Первый, нахуй. Да. Суть конкурса. Друзья, важно отметить, что мы очень хотим поднять цену. По исследованиям нашей аудитории, Пётр, у нас самая большая цельвая группа, которая заходит на сайт disgustinman.com, это люди 25-35. Отлично, ребята, для тех, кто постарше конкурс, важно понимать, что это детские игры, и та, и другая, несмотря на то, ну, извини, добро. Ну, всё классно. Он не знал, он не знал. Он когда прошёл, и такой, ой. Он боялся, переживал, там, детектив Дикс. Не умирай, гусеничка. А на самом деле сцена из Лейнуар такой, детектив Дикс. А там, кстати, там сделано... С вискарём такое-то дело. С львомным соком. Да, ну, в общем, расскажи два, в двух словах, что такое детектив Дикс. Детектив Дикс — это... Детектив Дикс! Убийца муравей там, да? Не-не. Нет. Из второй главы. Детектив Дикс — это интерактивная игра с вандербуком. Про, собственно, детектива... Насколько я помню, гусеничку, честно говоря, я не помню. Но я помню, что он какой-то червяк был. Или он книжный червь. И он там играет музыка, как в Лейнуар. И он расследует, значит, преступление. Расследует его... Я столько лет жил в дерьмо. И землю. И листики. И я люблю это. И однажды меня разрубили пополам лопатой, где-то у меня есть брат. Возможно, он и сделал это. Второй детектив Дикс такой. Детектив Дикс 2. Да, это продолжение будет. Один плохой, а другой хороший. Да, нормально. На самом деле там была, она такая была как-то активная. То есть мне не пришлось сидеть перед телевизором и просто смотреть. И съевался как член. Да, что-то там надо делать. В общем, что детектив Дикс, что прогулки с динозаврами. Прогулки с динозаврами это вообще такая, знаете, в духе энциклопедии Аванта Плюс такая. Ну круто, это выглядит очень круто. Очень круто сделано, да. Важно заметить, о чем мы забыли сразу сказать. Это обе игры эксклюзивные для PlayStation 3. И вам потребуется контроллер Move. И они, так сказать, сделаны для детей старше 6 лет. Но, честно говоря, свою порцию впечатлений я получил от динозавров, Гоша получил от Дикза. Все это очень познавательно. Любопытно просто посмотреть, что такое есть вообще. Ну здорово, что... Да, выглядит это круто. Так вот, друзья, для тех, кто постарше, если у вас есть дети или младшие братья и сестры, то вам сюда, что от вас нужно? Очень просто. Пришлите нам фотографию себя или своего ребенка или своего младшего брата в костюме динозаврика или сестренки, кстати, в том же. Е. Старший. Е. Или старшей сестренки в костюме частного сыщика. Дикс. Нормально. Знаешь, такое... В плаще таком. Детектив Дикс. Разрешите представиться. В удостоверении показывать. Прикинь, какой у него жетон. Детектив Дикс. И тебе сует прям в нос. Нет, в рот тебе сует. В рот тебе. А у него выпуклый жетон. Покажите жетон. Вы сами попросили. Выпуклый жетон инспектор Дикс. Такой, зря ты. Ты не знаешь, о чем просишь. Присылайте нам свои фотографии, оставляйте их в комментариях под этим подкастом на DisguisingMan.com. Нигде более. Ни в нашем замечательном сообществе ВКонтакте, ни в Фейсбуке у нас, ни в Подстере, ни где-то. Ни в том случае, ни в комментариях к Ютубу. Да. А я их отключаю чаще всего, потому что там же самые Дикс вообще происходят. Вот. Именно на сайте. Кидайте туда комментарии, и чья старшая сестра в костюме Дикс, нам понравится больше всего, тому мы отдадим приз. Еще у нас, Петр, кстати, по последним статистическим исследованиям, 40% посетителей сайта DisguisingMan.com. Disguising.com. DisguisingMan.com. Угу. Женщины? А-а-а-а! 40 тысяч женщины? А знаешь, почему? Не 40 тысяч. 40%. 40%. 40%. Или перверты сраные, которые просто подписались. Или трансвеститы. Или трансвеститы. Нет, стоп. Странсгендеры. Подожди. Ну, мне кажется, что они в гугле набирают такие отвратительные мужики. И тут. Хочу. Сейчас. Да. Без смс. Бесплатно, да. Всегда бесплатно. Ну, это здорово. Да. Привет, подруги. Сфотографируйте себя в костюме детектива. Или свою младшую сестру. Вдвоем. Что вдвоем? Вместе. Ну, что-нибудь. Одна динозавра. Что-нибудь вдвоем. Когда у нас появится больше игр для PlayStation 3. Мне кажется, все. Сделайте зарисовку. Инспектор Дикс арестовывает динозавра. Виктор, может быть, ты знал, что около 1 седьмой части населения планеты Земля в эту самую секунду живет без доступа к банальной электрической энергии. Тем временем, всего нашу планету населяет около 7 миллиардов людей. Что по подсчетам пытливых ученых говорит о том, что ежедневно в никуда порожняком без толку в унитаз спускаются 10,5 миллиардов литров мочи. Я сейчас не предлагаю вам представить все это, хотя представьте. Мне кажется, у нас сегодня такая рубрика «Выделение». Этот объем поместился бы в 4 тысячах олимпийских бассейнах. Представь себе, 4 тысячи олимпийских бассейнах. А я не понял, подожди, подожди. Мы начали за электроэнергию, а потом закончили мочой. Я пытаюсь найти связь. Я прочитаю. Известно, что около 1,7 части населения планеты Земля в эту самую секунду живет без доступа к банальной электрической энергии. Тем временем 10,5 миллиардов литров мочи. То есть они таки сидят без электричества. Да. И суд все время. И суд все время. Господи, где это происходит в эту данную секунду? Что это за концлагерь? Много где. То есть 1,7 часть населения, это примерно там где-нибудь в Африке. Конкретно то, о чем пойдет речь дальше, происходит в Кении, в частности. Не, насчет того, что сидят без электричества, это очень хорошая цифра для того, чтобы представить себе положение вещей. Особенно, когда многие возмущаются того, что вот, и что там, интернет там читаешь. Что консоль требует постоянного подключения к интернету. И то, что там, интернет, что ли, не читаешь. В том-то и дело. Я думаю, что если мы приведем цифру, сколько людей, в принципе, подключено к интернету, мы видим еще меньшие цифры. Стриминг, видео, тормози. Ну, то есть, если в мире живет 7 миллиардов человек, и одна седьмая живет, это миллиард людей живет без электричества. Когда казалось бы, что электричество, что электричество, это уже, ну, я не знаю, как водопровод. Прошлый век! Да, что к нему подключены, но любое здание, которое, в принципе, стоит, оказывается, что нет. С интернетом, получается, дела, ну, раз в 10, наверное, может быть, и даже больше. Хуже. Вот о чем. А я хочу немного... ...интернета. Я хочу немного другого. Блогеры сраные. Никто вас не читает. Не секрет, что запасы нефти на планете стремительно сокращаются, а угольное производство засоряет и без того загаженную носками разных людей экс-систему планеты. Ученые делают шаги в поисках необычного источника энергии. Так. К чему я веду? В частности, исследователям из Бристольской лаборатории робототехники, это в Великобритании, удалось зарядить телефон, используя собственную мочу. Ах, вот оно что, вот как-то. Зашел с бубей, значит, понятно. Представляешь, можно будет в будущем, можно будет просто пасать на телефоны и зарядиться. Ну, это хорошая новость для тех, кто собирается в качестве санкций отказаться от нашего газа и нефти. Господа, мы можем поставлять вам мочу. Находчивые британские ребята используют так называемые микробиологические топливные элементы. Специальные штуковины, которые конвертируют микробы, содержащиеся в человеческих отходах, в электроны, а затем в энергию. Установив специальные устройства на очистных сооружениях, в будущем можно будет обеспечивать энергией поселения людей, которые к этой энергии доступа не имеют. К сожалению, технология в данную секунду слишком дорога, там, грубо говоря, чтобы установить одну такую фигню на очистное сооружение в Африке, в деревне, в которой живет 2500 человек, требуется там до 10 тысяч долларов. Ну, как бы, при этом... Но это, кстати, не то, чтобы очень много. Да, но при этом на выходе, во-первых, для Африки, во-вторых, на выходе там типа 240 часов сможет одна лампа гореть, благодаря этому. Но жить, но долговечность такой фигни гораздо выше, чем у солнечной батареи, например. В общем, безотходное производство, мы к этому приходим. Ну, раньше, в общем, компьютеры занимали спортивные залы, поэтому я думаю, что... Эта фигня, в первую очередь, пригодится, конечно же, для освоения космоса, где, в принципе, доступа нет ни к чему. Вот это выводы, да? Ни к чему. Ну, представь себе колонию на Марсе, которая мочится, и лампочка горит. Так у нее же есть... Хочешь еще? Я тут доиграю. За Сэвицу нужно. Dark Souls 2. Так... И до Мастера хочу дойти. Не, ну там есть солнечные батареи. И там как бы... Ну, ты же понимаешь. Им мешают меньше условий, чем на Земле. Солнечные батареи у нас на Земле в идеальных условиях-то, я смотрю, не очень получились по стране. Хотя технологии там 60-х годов. Ну, вон там в Москве на каких-то светофорах я видел там. Ну, окей. За 40 лет что-то построили. Друзья, следующая новость хорошая. Тоже хорошая. Я бы сказал так. Предыдущая была отличная вообще. У нас вообще сегодня хорошие новости. А это просто сказка. Xbox One выйдет в Российской Федерации и других 25 странах, ранее обойденных вниманием компанией Microsoft, в сентябре текущего года, то есть 2014-го. Относительно сервисов, которые будут запущены вместе с консолью в России, инфы пока нет. И комментарии я попытался взять, разузнать, что и как. Комментариев пока нет. Сказали, что вся информация будет, люди надеются, в апреле. Вот. Ну, здорово. Наконец-то. И, собственно, как мы и предполагали, на самом деле. Теперь-то заживем. Теперь-то заживем. И, в общем-то, он выйдет очень вовремя. Мы обсуждали это много раз. Накануне горячего сезона. Что консоли себя по-настоящему раскроют. Это в концу лета, осенью. А осенью выходит, кстати, как минимум одна next-gen игра, в которую я очень хочу поиграть уже сейчас. Так. И называется она... Lords of the Fallen! Да. А по-человечески? Lords of the Fallen! Да. И что это? Это... Вариация на тему Dark Souls. Понятно. Понятно. Поехали. Ну, то есть смесь Зельды, Dark Souls... Ну, Dark Souls же очень похожа на Зельду, поэтому... Ну, типа там подземелья, загадки... Подземелья, исследования, враги, да, загадки и прочие-прочие. Пазлы. Окей. Ну, только вот ты сейчас все перечислил. Ничего next-gen-овского, да, в этом, по сути, нет? Ну, она выглядит очень красиво. Вот выглядит, да, окей, отлично. Ну, в общем, это действительно хорошая новость, что, несмотря опять же, да, на санкции и прочую хероту, уже объявили, что в любом случае в сентябре он будет. Здорово, это классно, и... Ну, мы с Петром уже обзавелись, но мы просто... Я не обзавелся. Ты не обзавелся еще Xbox One? Нет. Нет, окей. Ну, потому что я дико дрочил на Titanfall, вот, и поэтому я хочу. Но... Что ты хочешь? Titanfall. Ага. И поэтому я его, условно... Мне многие стали... А ты же купил Xbox One? Мне многие, да, мне многие стали предъявлять, что, дескать, я всех звал приобрести его осенью. Да. Вот. А сам приобрел. А сам, да. Да, да. Но еще раз говорю, это Titanfall, это мультиплатформа, это не эксклюзив. То есть, если у вас есть ПК, многие играют... Причем, раньше, чем я, у меня сейчас Xbox One, я не играю в Titanfall, потому что в России он появится не раньше 19-го числа. А ПКшники уже рубятся, уже 60-й левел, мастер, чиф, экспириенс, делюкс и прочее. Вот. И мы смотрим такие, типа, вот суки. Поэтому, если у вас есть ПК, играйте в Titanfall на ПК, ничего не потеряете. Ну, хоть что-то перепало. Вот, и если мы говорим об эксклюзивах, ради которых стоит рвать рубаху и последнюю копеечку нести, то это осень, абсолютно. А что там еще? А у меня игрового ПК нет, друзья мои. Что осень? Ну, мы ждем, во-первых, E3, где просто дофига эксклюзивов объявят. Да, да, да. А вот, Halo всякое, Figela, вот, поэтому в любом случае, и главное, главное, что мы, надеюсь, услышим об этом в апреле, это развитие Xbox Live в России. Будут ли специально сделанные приложения? Я так, насколько я знаю, Microsoft разговаривает сейчас с существующими компаниями, производителями развлекательного контента, чтобы они свои приложения запустили именно в Xbox Live. Я думаю, они уже поговорили и как-то финализируются этот вопрос, потому что, условно говоря, на разработку приложения, на адаптацию всего этого там под сервис внутри приставки, требуется время, и, ну, я думаю, что уже все, в принципе, решено. Ну, да, ну вот, к примеру, например, я сейчас... Осталось только, ну, понять, что запустится вместе с консолью в России сразу, а что добьется потом. Ну, вот к вопросу о том, что я, например, хотел бы видеть. Например, о медиа. Я сейчас подписан... Сериальчики. Это сервис от компании Omedia, которая является правовладателем на территории России всех крутых сериалов. Например, True Detective, да, который сейчас все фигачит. Игра престолов. Да, дофига. Дофига всего. И, увидев, например, это приложение у себя на Xbox One, я бы обрадовался, поскольку это упрощает. Мне не нужно перетыкать всякие HDMI, то есть я включаю консоль, и там такой... И тебе, понимаешь, во время игры приходит сообщение, по сути, что вышла новая серия там, да, хочешь ее посмотреть, ты такой, да, опа, переключился, сразу играешь. То есть вот, собственно... Вышел из игры, кинул сопартийцев и смотришь. Да, да. То есть вот когда нам презентовали Xbox, они, в общем-то, рассказывали именно об этом, по сути, что ты находишься в таком единой медиа-среде, очень крутой. И это сможет сработать только, если у нас запустится в России. Социальными сервисами. Да, если у нас запустятся классные приложения. Я думаю, что сервис от Амеди стоит ждать там. Ну, это к примеру. То есть от таких онлайн-кинотеатров в России уже полно. Вот Амеди просто самый крутой. Плюс, ну, кстати... Самый напрашивающий. Я думаю, что подключат Амеди, на крайний случай там останется и Веру, которая... Да, да, да. Которая уже есть. Надо сказать, что... Всякие пилайн-ТВ, их на самом деле много. Я думаю, что это же тема не только для Xbox'а, но и для Sony в том числе. То есть я думаю, что они будут одновременно появляться и там, и там. Потому что и там, и там архитектура, она одна и тоже. Я думаю, что это все будет поддерживать. Ну, вот Sony обещали Twigl на старте. На старте Twigl не было. И Twigl, честно говоря, не топ. То есть Twigl, я его иногда смотрю... Я включаю мультики сыну в Twigl на Xbox 360. Ну, это как бы там малый, очень вкусный ассортимент. Нет, ну, это все понятно, но я думаю, что рано или поздно, чем больше будет инсталл-база next-gen консолей, тем больше вероятность, что все наши любимые приложения выйдут и там. А на текущий момент то, что мы смарт-ТВ предоставляют сети. Я вот родителям показывал тебя, к счастью. Да, ты говоришь. Да, через приложение геймбокса на смарт-ТВ, например. Ну, кстати, игровые сайты, например, также могут появиться. Опять же, как в американском Xbox Live есть приложения IGN, GamePod, они там есть. Крупным медиачувакам современным, типа спортивных ресурсов, там, Sports.ru, чемпионат, спортбокс, игровым ресурсам. Всем им нужно развиваться в эту сторону. Ну, то есть, смарт-ТВ приложение, окей. Запустился Xbox One, параллельно надо эту аудиторию тоже окучивать. Поэтому наш прогноз всячески положительный, и мы уверены, что, ну, неспроста же люди задержали. Да, именно. В 26 странах. Сейчас есть время для того, чтобы... У нас есть официальное. Да, потому что Xbox Live, если честно, давайте смотреть правде в глаза, на 360-м был никакой. Он был... Ну, он был какой-то, но не топ. Ну, это был только магазин. Это был только магазин, и то там... Описания иногда были написаны на коленке и прочее. То есть, он был... А давайте... Надо же как-то развивать его. Давайте заодно кто-то у нас, младший менеджер, младшего сотрудника, пусть пишет там всякие сообщения. Вот. И я думаю, что до сентября есть время именно запустить Xbox Live, поскольку Xbox Live для... Как мы уже поняли, для Xbox One это действительно работающий инструмент. И поэтому без него... Приоритетный. Да, без него Xbox One просто немыслимо. Да, ну, у нас есть официальная служба Microsoft в России, которая на этот раз у них есть и возможно... Я считаю, я сразу, в принципе, сказал, что здорово. Что... Или мне кажется, что я так сказал. Может быть, я бугуртил вместе со всеми. В любом случае, здорово, что не было спешки, что дали время, так сказать, российскому запуску Xbox. В бизнес я не буду влезать, но, грубо говоря, повторение истории с русским Xbox Live для Xbox 360 мне не хотелось бы. То есть, будет здорово, если мы купим консоль в сентябре. Ну, не мы, а вы. И там все будет уже работать. Все будет в порядке. Принимаются русские карты, запущены русские сервисы. Ура, молодцы. Год мы ждали не просто так. Супер. Ну да. Ну, конечно, сейчас мы, получается, оправдываем, в общем-то, достаточно... Мы объясняем, почему так. Да, кислый запуск, по сути, потому что бугуртили. Конечно, бугуртили. Не стоит забывать, что Россия это всего лишь одна из 26 стран, которые изначально... Безусловно. Ну, конечно, бугуртили. От этого никуда не деться. Честно, ну, фора у Sony огромная. Вот. Вопрос, как она ей распорядить. Ну, все равно. По миру-то продажи Xbox One и PS4, то есть, это сравнимое количество. Это не то, что там... Сравнимое, да. Грубо говоря, это не то, что какая-то платформа провалилась или какая-то, соответственно, вышла очень далеко вперед. Ну, то есть, естественно, есть перевес глобальный в сторону Sony. Ну, мне интересно, как... Titanfall. Titanfall сейчас подкорректирует 100%. Нет, Titanfall. Я, как бы, ничего не имею против Titanfall. Серьезно подкорректирует. Да, серьезно подкорректирует. Я, на самом деле, считаю, что, ну, вот это... Если раньше была серьезная борьба двух платформ как, ну, идейная, скажем так, то сейчас, действительно, ну, игры, они вот решат... Вот эту схватку будут решать только игры исключительно. Потому что у нас есть две платформы, которые одинаково хорошо работают, на самом деле, как оказалось. Для нового железа, ну, которое вышло только что, то, что там практически... Ну, то есть, какие-то есть, естественно, грехи, там, что-то там перегревается, там, и так далее. Ну, какая-то часть, пока техпроцент совершенствуется по запуску новых консолей, по производству. В принципе, мы имеем очень качественные. Оба продукта очень качественные. И в Европе, допустим, там, по-моему, я где-то читал, что в UK рынке по деньгам, допустим, лидирует Xbox, а не Sony. Несмотря на то, что UK рынок, все понятно, он изначально больше боксовый, чем Sony. Ну, американский, конечно. Да, еще, допустим, вот в Канаде цена, по-моему, на PlayStation, я, опять же, могу ошибаться, либо на PlayStation, они повысят ее на 50 долларов. На самом деле, спрос на новые консоли нужно еще понимать. Нужно понимать, как известно, что спрос на новые консоли, он реально удивил всех. И я сам лично, вот как я в свое время смеялся над белорусами про World of Tanks, когда они рассказывают про... Я ржал в розыгры до слез. Ну, вот, и до сих пор. Ну, ладно. В итоге, то же самое было вот на E3, потому что ничего, в принципе, не говорило о том, что покупатели так... Ну, консоли. Так позитивно. Чудо нету, да. Да, ну, как бы в мире уже, как бы, шлем виртуальной реальности, понимаешь, появился. Нормальный, работающий, от которого хочется болевать. Ну, то есть, так он хорош. Ну, вот, а тут, как бы... Их так проверяют. Да. А тут просто еще одна консоль. И несмотря на это, то есть, несмотря на все, как бы, прогнозы аналитиков, типа меня... И запуск без игр, да, по сути. Да, запуск без игр, в принципе, все вышло очень хорошо. Да, и потому что, на самом деле, по сути, спрос еще, он еще, ну, не до конца, да, получается. Потому что, на самом деле, нету продуктов, под которые бы нужно было бы реально покупить эту консоль. И несмотря на это, допустим, с PlayStation все время везде, по всему миру не хватает. То есть, это сейчас такой глобальный шорт, что не успевают просто выпускать. Дефицит. А ждем именно осени, когда действительно покажут себя и Xbox One, и PlayStation 4, там будет еще, мне кажется, второй бум все этого дела. Честно говоря, я уже мечтаю, я думаю, что мне обязательно должен присниться сон о том, как Microsoft и Sony, они, не знаю, дружат и выпускают следующую консоль, будет одна, и мы, наконец-то... То есть, у нас будет консоль, то есть, они объединятся против Steam Box'а... И Nintendo, да? А, и Nintendo, да. И у нас будет одна консоль, одна хардкорная консоль, грубо говоря, одна ПК-консоль. Ну, потому что Steam Box, я уверен, собственно, в гонку вооружению обязательно вступит. Там всякие уи, хуи и так далее вокруг, и мы, наконец-то, в общем, будем вместе. А что с Nintendo? Что? А что с Nintendo? А с Nintendo непонятно, то есть, Nintendo, насколько... Nintendo понятно. Нет, с Nintendo вообще ничего не понятно. Это такая компания, которая может потом, знаешь, всем присунуть, как бы... Внезапно. Самое забавное, что она прессовывает до сих пор с 3DS. То есть, 3DS, это... Да, продажи 3DS. Все, нахуй, Nintendo, правда. Хорошо. Мы что, сейчас будем... Бл***, какая консоль лучшая? Всего в сто раз говорили. Нет, нет, нет. Нет, 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 нет. Нет, 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 нет. Давайте расскажем друг другу, кто во что играл. А, ну, мне кажется, что вот именно здесь идеальное место для того, чтобы сказать, что мы теперь будем чаще встречаться. Да. Значит, давайте расскажем друг другу. Это какой-то клуб анонимных геймеров такой. Во что ты играл, Георгий, сегодня? И такие... Не-не-не, наоборот. Давай поаплодируем, Георгий. Я признаюсь, я играл в мобильные игры, и все такие, какой признаюсь. Ну, молодец. Да, я, собственно, так как я постоянный читатель бложика DisgustingMan.com, то я прочитал... Именно оттуда ты узнаешь все интересные вещи. Да, именно оттуда я узнаю все интересные вещи, которые, в принципе, я в жизни узнаю теперь. Я, кстати, делаю так же. Молодец. Когда мне надо было узнать, сколько у Гравитации Оскаров, я полез в статью Загудаева и проверил. Да, молодец. Какой потрясающий сайт. Слыхал? Ничего себе. Share, tweet, like. В итоге я узнал из этого чудесного блога про игру OutThere. И, на самом деле, первый раз за, наверное, год я купил, ну, игру на App Store. То есть не free-to-play, потому что раньше я просто пролистывал, ну, все игры платные. Такой, не, не хочу, не хочу отдавать деньги. Вот поэтому ты ненавидел мобильные игры. Ну, нет. На самом деле, нет. У меня были, то есть у меня, я периодически играю в игры, то есть у меня там бывают какие-то, ну, по работе, скажем так, бывают какие-то коды, я смотрю какие-то игры небольшие. Ну, это тоже не считается. Ну, в общем, скажем, которое... Это без удовольствия. Далее. В итоге OutThere оказался, можно сказать, таким примитивным космосимулятором. Похож на Fast and Light? Не похож он на Fast and Light. Я вообще не понимаю, почему все сравнили. Ну, скриншоты, ну, скриншоты, правда, очень похожи. Ну, не то, что похожи, но из-за того, что у тебя корабль разделен на отсеки... Суть игры такова, да, то, что ты, ну, у тебя есть корабль, в корабле есть определенное оборудование, в корабле есть определенные ресурсы, так, и ты, соответственно, пытаешься дойти до звезды, а... что? Ну, просто пока Fast and Light один в один. Fast and Light — это стратегия, чувак. А тут мне что-то... А, это не стратегия? А, это не стратегия? Нет. Это, как бы, приключение. Ну, да. Ну, да. Ну, Fast and Light — это тоже приключение. Нет. Нет, подождите, не стратегия тоже с Fast and Light. Это, скорее, ролевая игра в космосе. Нет, правда. Нет, я бы сказал, что это, опять же, это не ролевая игра в космосе. Это... Почему мне еще понравилось? Потому что она... Это ресурсная стратегия, как ни странно. То есть ты должен менеджерить свои ресурсы для того, чтобы долететь до определенного места. Да, у тебя каждый прыжок, у тебя отнимает кислород, у тебя отнимает топливо. Топливо ты добываешь на газовых гигантах, а приближаясь к газовым гигантам, атмосфера газового гиганта поражает твою обшивку. Ее чинить ты должен, добывая железо, сверля планеты. На что расходуется, короче, топливо и так далее. Опять же, топливо может сломаться, на это нужно ее чинить. При этом внутри игры есть... Ты хочешь сказать, что это не стратегия? Нет. Нет, это стратегия, на самом деле это стратегия. Нет, Петь, ну правда, это стратегия, да-да-да. Нет, это ресурсная стратегия. Это текстовый квест. Кроме, то есть основная фабула, это ресурсная стратегия, это правда. То есть ты должен менеджерить ресурсы для того, чтобы дойти до куда-то. Помимо этой ресурсной стратегии, ты встречаешь, соответственно, цивилизации другие, которые с тобой пытаются коммуницировать, и ты пытаешься с ними коммуницировать. Но, они с тобой... Они на своих абракадабре... Они разговаривают на непонятном языке, и ты после каждой стычки с инопланетянином выучиваешь одно слово. А ответить ты ему можешь каждый раз «да» или «нет». И все. Я только один раз, то есть я играл в эту игру, наверное, всего часа два, и только один раз я более или менее начал понимать, что там кто говорит. То есть до этого это просто абракадабра с каким-то с вами. Я даже пытался записывать в блокноте те слова, которые я выучил. Чтобы на следующее прохождение... Да, и при этом там еще осложнялись тем, что у каждой расы у нее свой лексикон, и там одно слово, оно может быть... И они друг друга еще ненавидят, короче. Ну да, да, да. И ты должен... Они задают тебе вопросы при этом. Ну то есть ты как бы прилетаешь на планету, они тебе говорят «нет, нет, нет». И такие... Ну вот, и ты такой... И ты такой «The Ellen doesn't want to talk to you anymore». Да, да. И ты такой «ну ладно». Да, и ты можешь узнать, что ты его маму обидел. Такой «будешь?» Ты такой «ты...» Ты будешь мою маму? И ты такой «да». Он я из вежливости спросил. Из вежливости спросился. Да, в каких-то цивилизациях принято свою маму предлагать, а в каких-то нет, понимаешь? Да, но вопрос этот задают все цивилизации в этой игре. Как ни странно. Да, и в итоге, ну, ты прогрессируя, учишь, как бы, лексикон, словарь, и после этого понимаешь, на самом деле, что они у тебя спрашивают. При этом... Такой «ну ни хрена себе у вас тут». Я так и думал, что про маму спрашивают. Порядки у вас тут. В общем, стоит игра 129 рублей. Или 115. Ну что-то такое, да, уже. Недорого. Мы с Георгием скинулись. В общем, советуем почитать, кстати, интервью на DisgustingMan.com. Есть такой хороший сайт. Я взял интервью у разработчиков. Они французы. Быстро очень дали мне все свои ответы, предоставили. Они рассказывают о том, чем они вдохновлялись, какие книги читали, что смотрели. И еще они назвали твое интервью «Très sympa interview». Вот так. Очень приятное интервью. И сейчас вот финализирую. То есть это платная игра. Нет, просто платная игра. Там нет никакой монетизации внутренней. Это вот хорошая, маленькая, платная игра, как мы любим. Класс. Друзья, 14 марта вышла Dark Souls 2. Я очень ее ждал. Я как-то раз попробовал обучить Виктора играть в Dark Souls. Мы пили, наверное, восьмой час. Это было после очередного подкаста какого-то записанного. И у Вити ничего не получилось. Ну, не совсем, чтобы ничего. Ладно, у тебя что-то получилось. Да, ты кого-то убил. Так у тебя копия из этой коллекционки. Она, получается, тебя не нужна. Очень нужна. У тебя нет геймпада. Но я дам тебе погонять. У меня есть геймпад. Да? Нашелся. Кстати, очень показательно. Мы тут недавно в другом шоу на элитном портале рассуждали по поводу того, что такие игры, ну, хардкорные, типа Dark Souls, никогда не станут, не попадут в том британских продаж. Ну, типа, это редкий жанр, не очень популярный, нацеленный на определенного игрока, который точно знает, что ему нужно именно это, а не просто новое РПГ с фэнтези, вселенной и так далее. Как ни странно, на втором месте после Titanfall в британском топе. По сравнению с первой частью игра претерпела изменения, никаких принципиальных, я бы сказал, таких штук. Многие опасались, что будет легче. Потому что они говорили, вот у нас там можно между кострами вот этими злополучными телепортироваться сразу. Мне интересно, Ninja Gaiden Sigma, ты играл? Нет. Мне интересно, это сложнее, чем Ninja Gaiden Sigma или легче? Ну, кстати, я не знаю. Многие говорят, что да, вот это вот, это да. А вот, типа, Dark Souls... Ну, она все-таки разная, потому что я, ну, я играл Ninja Gaiden, я понимаю, о чем ты говоришь. На паэстре, который вышел в своей консоли. Ну, он был везде, он же на консолях выходил. Это, ну, это кнопка выжимательства и кнопка дрочилов. Там просто такое он был. Ну, да. Фашисты на мотоциклистах, потом Огромные цветы убийцы, потом Лизун, потом Тинтакс. Если Ninja Gaiden это правда, кнопка выжимательства, то Dark Souls про другое. Да, если я правильно понимаю, Dark Souls совсем про другое. Dark Souls это как бы про исследование крутых, здорово задизайненных локаций с опасными противниками, каждый из которых в самом начале игры и до конца игры, там, грубо говоря, ты прокачался там, да, там до 80 уровня. Да, вернулся в самую первую локацию, и ты забыл, что где-нибудь там за углом стоит скелет, не прикрылся щитом, и он тебя убил. Или столкнул в пропасть. Ну, и тебя в тонусе в этом все время держит игра, то есть там есть постоянный челлендж, который рассчитан не на то, что тебя пытают. То есть, типа, очень сложно, и ты не знаешь, как выйти из ситуации, а ты просто, знаешь, ты расслабился, о, классно, фэнтези-рпг, сейчас я ее быстро наскоком возьму. А она тебе говорит, нет, чувак, ты слишком привык к играм, в которых смерть ничего не значит, потому что ты можешь перезагрузиться через 5 минут и все исправить. Здесь этого нет, здесь ты должен внимательно играть. Здесь, грубо говоря, игра справедливая. Ну, то есть, там очень крутой, есть очень крутой момент в Dark Souls 2, когда ты исследуешь крепость с полной всякой нежити и тварей, и там куча дверей. Ну, много башен, ты ходишь по стенам, открываешь двери, заходишь там, знаешь, на стрёме. Но я, видимо, был недостаточно на стрёме, потому что в одной из башен я открыл дверь и просто шагнул и упал в пропасть. То есть, за дверью ничего не было. Таких штук там очень много. Или, например, тебя ловят на жадности, один из сундуков тебя может сожрать. То есть, ты открываешь его, а это, оказывается, мимик. У него руки по бокам вылезают, он тебя внутрь затягивает. А вот он тебя сразу жирает, прям мгновенно. Это институт, да. Вообще ничего не можешь делать. А там можешь его отличить только? В Dark Souls была цепочка, которая у мимика лежала чуть-чуть иначе. Но первый раз ты не обращал на неё внимания всё равно. Это точно такой же сундук. И он стоял в локации, где полно сундуков. И ты такой, здесь везде сундуки. Вот. И тебя на этом ловилишь. Типа, ты расслабился по привычке, полез в сундук зачем-то. В Dark Souls ловушки более коварны. В Твиттере мне писали о том, что, например, эта дверь, ты в неё входишь почти на автомате. Ты и так уже одной ногой в этой пропасти, когда дверь открыл, в принципе. Ну, именно, я имею в виду, порасположим, как герой встаёт в дверном проёме. И они более жульнические, наверное, по отношению к игроку. Но, как и в первой части, в Dark Souls очень сильный онлайновый элемент. Он асинхронный. И если ты играешь в онлайне, ты можешь играть в автономном режиме, в принципе, если у тебя, не знаю, интернет не оплачен, то ты всегда видишь на полу надписи, нанесённые другими игроками. И они тебе говорят, слева ловушка, справа враг, попробуйте дальний бой, попробуй перекаты. И если ты внимательно к этому ко всему относишься, а не забиваешь хуй, типа, какие-то дебилы здесь написали, то ты можешь составить картину того, что ждёт тебя впереди. Ну, чтобы вы понимали, да, это как Яндекс.Пробки, когда люди оставляют сообщение, что здесь авария. В отличие от Яндекс.Разговорчиков, когда ты свободен писать всё, что ты хочешь, здесь, ну, условно говоря, здесь сообщение составляется из нескольких заготовок. То есть ты не можешь сказать, чувак, слева сундук, который тебя сожрёт. Рядом с сундуком будет просто написано предатель, ну, или лжец, там, что-нибудь вроде этого. И возле каждой, во всех опасных местах... А, то есть набор слов. Набор слов, да. Понятно. И ты должен догадаться, там нет прямолинейства. Ты должен догадаться, что он написал про твою маму, на самом деле. Ну, да. Сундук слева. Сундук можно... Такой, сука. Сундук можно ударить, грубо говоря, и он встанет, чтобы с тобой подраться. Вот. И в каждой опасной локации там пятна крови такие. То есть это место чьей-то смерти. Кто прямо сейчас играет вниз с тобой и здесь умер. Вот там, где его пятно крови, вот он тут помер. Ты подходишь, тебе написано прикоснуться к пятну крови. Нажимаешь А, появляется такой типа фантом, который типа с кем-то бьётся, да, и тебе показывают, как он умер. Тебе не показывают, с кем он дрался. Тебе не показывают, откуда в него стреляли или напали. Но ты понимаешь, что здесь кто-то умер, и вот он типа... Вот туда не надо прыгать. Это ещё было, ну, это, собственно, черта серии. Да. Ну, то есть асинхронный мультиплеер. Это очень круто. Очень круто, что ты можешь призвать помощника себе, с которым ты не можешь общаться по Voice Chat. То есть Voice Chat там есть, но это типа такой около чит, который ты можешь включить в самом начале, и у чувака, который пришёл в твой мир, тоже должен быть включён в Voice Chat. А так вы общаетесь с жестами, и мне два чувака, которых я призвал на битву с инфернальной колесницей, которая ржёт конями и носится по кругу, она была в трейлере, они мне очень долго объясняли, что надо сделать. Жестами? Да, она проезжает раз в 20 секунд, поэтому там надо спрятаться в нише, мы друг друга не видим, потом они, значит, бьют там по палке, типа, дебил, иди сюда, вот этот рычаг, вот он. Вот, а потом опять проезжает колесница, им надо прятаться, и я очень долго не мог понять, вы чё там, с кем вы дерётесь, я не вижу ваших врагов. Вот, ну и плюс этот же онлайновый элемент в Dark Souls всегда была, в общем-то, в первой части, и во второй она стала более, скажем так, популярной, приоритетной, есть система ковенантов. Это, грубо говоря, ну, скажем так, группировки. То есть ты в самом начале видишь, что есть вот чуваки, которые предлагают вступить в тот или иной ковенант. Один тебе даёт возможность, если кто-то в твой мир в Torx, он автоматически посылает тебе случайного игрока из этого ковенанта, чтобы помочь тебе убить того, кто в Torx. То есть, типа, помощника присылает. Есть ковенанты, которых нужно искать. Подожди, живого помощника? Живого помощника. То есть он в тот момент где-то... У игрока на персонажа надето кольцо. Вот. И ты играешь, и тебе говорят, в мир вас отправляют на помощь. И ты такой, окей, всё. А бонус-то даёт? А ты нажимаешь окей в этот момент или не нажимаешь? Нет, не нажимаешь. Нифига себе. Надел кольцо и вступил в ковенант. Окей ещё. То есть ты в этот момент исследовал какое-то подземелье, а тебе такой, опа, вырываешь. Сними кольцо. Смысл в том, да, что тебе дают бонусы какие-то, но кольцо, видимо, даёт какие-то бонусы? Нет, кольцо даёт только это. А бонусы даёт, то есть за каждый успешно выполненный вот этот вот энкаунтер ты получаешь там фигню, чтобы улучшить меч. Окей. А если проигрываешь, то что? Ни хера-то не получаешь. Не, ну пенальти несёшь какой-то? Нет, не несёшь. Нет, только если ты сам не умер при этом. Если ты умер, ну, если тебя убил чувак в другом мире, то ты теряешь все души как бы навсегда. И они достаются ему просто. Вот. Я, например, по приколу вступил в ковенант звонарей. Там есть колокольня, которая охраняется такие полусумасшедшие карлики. Там же, как обычно, в Доксус непонятно, что произошло. Видно, что было какое-то красивое королевство там с размашистыми храмами, классной архитектурой там дворцов и крепостей. А потом почему-то здесь везде нежить, всё разрушено, затоплено, лава, ад и пи***ц. Ну как Кослования вообще. У них много общего. У них много общего. Только Кослования почему-то превратилась, я со стороны смотрю на все эти Lords of Shadows, превратилась в саный God of War, короче, с иллюминацией. Это плохо, да. А Dark Souls, мне кажется, это вот именно, она ближе к той Кословании, которую я играл на Тенке. Да. Вот недавно мне... Замок, исследование, вот эти сундучки очень классные. Мой коллега, да, показывал этот, Symphony of the Night. Там очень много от Dark Souls. Очень много от Dark Souls. Слушай, мне тогда понравится Dark Souls, потому что я люблю Кослованию. Поиграй, поиграй. Ну то есть это вот Кослования, плюс Зельда, плюс вот это вот всё. Я вступил в Ковенант Звонарей. Соответственно, там охраняют колокол, в который тебе по сюжету надо позвонить. Понимаешь, да? По сюжету тебе нужно позвонить в этот колокол. Ты вступаешь в этот Ковенант по желанию. И каждый раз, когда кто-то в Америке или в Нидерландах доходит до этой звонницы, до лестницы, которая ведёт к колоколу, тебя призывают, чтобы защитить... Тебя призывают, чтобы ты ему помешал. Это очень круто. То есть в какой-то момент ты получаешь, да, награду, окей, классно, но в какой-то момент тебя это за***ет, потому что ты находишься в другом конце карты. Вообще... И нужно бежать, типа? Нет, не нужно. Тебе говорят, появляются сообщения, вас призывают на расчет серого стража. А обратно ты его убиваешь, и всё, обратно телепортишься в то же место, где ты откуда-то... А так что тебя можно за***ть? Ну, слава тебе, Господи. Не, ну, типа, ты там был in the middle of something. А, понятно. По поводу истории, там тоже ничего не понятно, точно так же, как в первой части. Ну, то есть, я читал тут на днях интервью с Хидетакой Миядзаки, с чуваком, который вот придумал Demon's Souls, концепцию Dark Souls, и всё это довёл до некого абсолюта, который использовался From Software в создании второй части. Сам он не разрабатывал Dark Souls 2, не имел отношений, то есть, он, типа, там, контролил, там, к нему приходили с какими-то вопросами, супервайзил. Как раз интервью я читал, в котором он объявил о том, что он не участвует в разработке Dark Souls 2, что сразу же вызвало у Еврогеймера, у Эджа, там, бугурт, то есть, там, многие с ним поговорили. И они говорят, а почему, почему у вас в игре вот такая история? Непонятно. То есть, как бы, ты сейчас, если вот ты, например, возьмёшь и попробуешь поискать Dark Souls Story или Dark Souls Plot, лор и так далее, ты найдёшь очень много подробных видеороликов с разбором всей истории, но это интерпретация. И под каждой написано, что это всего лишь интерпретация. Официального лора Dark Souls не существует. Ну, как теория одурманивания Шепарда, по сути. Фактически, да. Никаких комментариев официальных со стороны разработчиков нету на этой теме. И ты, как бы, во время игры ты читаешь описание предметов, читаешь что-то, что пишется на экране загрузки, читаешь куцые диалоги, там, очень скромные. И из этого у тебя составляется очень классная, мрачная, самобытная картина. Так вот, Хидетако Миядзаки сказал, что в детстве он очень любил читать западные фэнтези, типа Толкина. Кто еще писал западные фэнтези в его детстве, не знаю. И он очень плохо знал английский язык. Понимал какие-то базовые слова, а все остальное придумывал сам. И в итоге сделал такую игру. С пробелами, понятно. Да, в общем, советую всем, кто не пробовал Dark Souls, поиграть. В принципе, это касается всех, потому что, ну, сколько можно играть в игры, в которых нельзя умереть. А если вы поиграли в первый Dark Souls, вас оттолкнула ее сложность, порог входа гораздо ниже во второй части. И начать проще. Я сейчас убил 12 боссов из 27, то есть, это примерно, ну, так стоит считать прогресс в Dark Souls. Ты не по времени считаешь, а именно, сколько боссов ты убил. Это чуть меньше половины, и вот у меня начались уже проблемы. И до этого момента было так. То есть, я много умирал, один босс я вообще, я метнул геймпад в ноутбук, мне теперь надо менять экран, ну, в общем, все было весело. вот, но прям такой хватки железной, как в Dark Souls, я пока не ощущаю. А вот сейчас вот начались проблемы, и я сейчас уже не могу потихонечку начинаю не мочь. Уже не могу. Поэтому попробуйте. Она затягивает дух приключений, очень круто все нарисовано, здоровский саундтрек, и игра одна из, ну, одна, единственная в своем роде. Окей, а я рубился в палку истины. Что могу сказать? Какой уровень? В смысле, какой уровень персонажа у меня? Ну, где-то, я на космическом корабле пришельцев, то есть, я недалеко улетел, что называется. Что, я тебе сейчас раскрыл что-то? Нет, я вообще, ну, то есть, я проиграл часа четыре, я не дошел. Не дошел, окей. Ну, я часов шесть поиграл. Что важно знать? Эта игра для всех фанатов сауф-парка просто обязательно, потому что она собрала, вот, она фактически все серии, то есть, любые элементы, детали, которые, всех персонажей, которые когда-либо появлялись в сериале, они там все есть. Если ты заходишь, например, домой к Кайлу, к Артману, ты открываешь его шкаф, и там просто вот набор всех предметов, одежды, там, каких-то, его свидетельство участия в какой-то серии, они там все есть. Это прям вот реально фактически такой альбом фанатский, да. Поэтому, если вы фанат сауф-парка, просто мимо пройти невозможно, это преступление. Если вы не фанат сауф-парка, мне кажется, вам играть будет довольно сложно. Сложно в каком смысле? Для восприятия. Очень много специфического сауф-паркского юмора. Как игра по лицензии, по-моему, идеальное сочетание. Но здесь я делаю скидку на сам сериал, потому что он специфический в плане анимации. Вот эти персонажи, которые, да, такие, косоугольные, да, вот эти вот ходят, да. Условность сауф-парка, она, в общем-то, заложена в сериале, и поэтому перенести это в игру, это вот как два пальца. Это очень здорово. Несмотря на это, ни одна до этого игра по сауф-парку из сериала, там, сколько, 15 лет. Да, согласен, согласен. Но здесь перенос безболезненный, очень крутой. По сути, ты действительно играешь такой в 12 часов. Там, кстати, ну, я так понял, что не очень, в принципе, долго. То есть там часов 10, наверное, максимум, при том, что это такая RPG со свободным миром. То есть такой 10-часовой оммаж, да, всему сауф-парку. Такая 10-часовая серия сауф-парка, где можно пройтись по всем ключевым эпизодам, по сути, но заново скройно. Очень крутое взаимодействие именно вот с создателями сериала, насколько я понимаю. Они тут вписывали не только шутки туда, но и какую-то игровую механику советовали сделать. То есть она играется очень легко и именно по-сауф-парковски. То есть пытались какой-то шутер делать по-сауф-парку, какое-то говно и прочее. Здесь все идеально, но, как я уже сказал, делают скидку на то, что это сауф-парк. Допустим, как сделать хорошую лицензионную игру по каким-то другим сериалам, мультсериалам особенно, я не знаю. Я знаю, кто знает. Кто? Классные разработчики. Например? Obsidian Entertainment. Ты знаешь, что до сауф-парка делали Obsidian Entertainment? Да, классно. Там от и до вообще весь ролевой жанр просто охвачен. Да, от и до. От первого Fallout, кстати, до последнего, собственно говоря. Да, все круто, но, насколько я знаю, на Винтернайт, всякие там. Разработчики сериала непосредственно тоже приняли участие, когда они посмотрели на работу, они сказали, о, ребят, мы с вами поработаем. Я имею в виду, что мне кажется, что секрет здесь в том, что я просто анализировал ситуацию. А, что это хорошие игроделы за это взялись. Да, я эту ситуацию там промониторил, посмотрел предыдущие примеры, скажем так, игр по мультсериальным лицензиям. Это Futurama, это Adventure Time, это Simpsons, и все, что было вот типа в новом времени, потому что там мы не берем Чипа Дейла, Дарквин Дака и прочее, они были отличные там на Суперлендаре, они были отличные все вот эти вот Аладдины и прочие вещи. Аладдин просто такая игра на себе была, что скажи вообще. Яблоками кидаться. Да, верблюда. А потом что-то случилось как будто бы, да, и все вот схлопнулось. Так вот, предыдущие эти самые, например, по Adventure Time игру делали чуваки, которые портировали Mortal Kombat на ПК. Скажи, пожалуйста, кому это нужно? Вот. Ну да, согласен, согласен. С Futurama там тоже самое, с Simpsons тоже, там было какие-то две неплохие игры, но... А здесь... По совпадку мне, кстати, еще понравилось, что вот я недавно играл там два дня назад, и там была шутка, о которой, ну типа, я ржал до слез. Да, многие говорят, что... Я, честно говоря, не хотел играть, но типа... При этом там шутку можно пропустить, то есть там диалоги пропускаются, в принципе, шутку можно пропустить, а можно не пропускать. Ну это... Не, ну ладно, это заикающийся чувак? Да. Понятно. Я реально, я просто до слез жал. Расскажи. Ну там, типа, там, грубо говоря, Джимми, который заикается, ну вот, там, в принципе, если ты зажмешь B, ты диалог можешь пропустить. Ну вот, и он, короче, заикается, заикает, заикает, у тебя написано, зажмите B, чтобы пропустить. А он продолжает заикаться. Ну ты можешь реально там двинуть в стиле шутку. Добро, добро, там есть второй эпизод, когда Джимми снова пытается... Тихо, ты не нужно, не рассказывай мне, не рассказывай мне. Нет, подожди, подожди, там просто то же самое, только не появляется кнопка B. То есть ты должен сам догадаться это сделать. И, ну, нет, просто смотри, вот те игры, которые ты там описал по Adventure Time особенно, там же просто какая-то там, простите за это выражение, ходилка-бородилка, да, по сути. И если там поменять персонажей на, не знаю, на Бэтмена и Робина, например. Ничего не поменяется. Ничего не поменяется. То есть это будет игра про Бэтмена и Робина, которая бьет врагов. Плохая игра про Бэтмена и Робина, которая бьет врагов. А здесь идеальная ситуация, что это, по сути, по сути сам сериал, в который ты играешь. Это очень круто. И я, правда, не представляю, как сделать такую же футураму. Ну вот, опять же, я не изобсиден, да, то есть у меня нет такого опыта в создании игры. Может быть, они знают. Но вот мне кажется, с South Park'ом просто повезло. И такой второй игры мы, наверное, ну, мое такое предположение, что мы просто не увидим. А я считаю, что... Повезло с South Park'ом. Я считаю, что это классный прецедент. И в будущем просто возьмут пример те, кто захочет сделать классную игру, которая здорово продастся и получит хорошую прессу, наймут людей, которые в первую очередь имеют опыт в создании крутых игр. Петь, ну просто... Петь, ну просто смотри, если мы возьмем ту же Футураму. Как там кадр выстроен, да, как там персонажи ходят и прочее. South Park в этом смысле, он идеален. То есть когда ты передвигаешь персонажей, как они ходят вот так вот, это реально выглядит прямо как в сериале. В Футураме, если ты будешь ходить бендером по экрану, это будет выглядеть немножко искусно, потому что бендер... Ты сейчас обсуждаешь о том, чего нет. Я согласен. Я согласен. Придумывают, как игру сделать. Может быть, может быть, может быть. Ты, видимо, как считал, кто-то придумал, как сделать из этого игру. Ну, Петь, ты понимаешь, о чем я говорю. Я говорю, что видеоряд в South Park абсолютно соответствует один в один тому, что есть в игре. Ну и что? В плохой игре по Футураме тоже соответствует. Это значит не то, что сериал хорошо портируется, значит, что разработчики правильно сумели портировать. Может быть. Я надеюсь, что это действительно не единственный случай. Да, друзья, мы будем заканчивать. Увидимся вскоре, я надеюсь, через пару недель. Это был Георгий Добродеев. До свидания, дорогие. Виктор Жуев. Ура! И Петр Савель. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова